Вы камушки собираетесь? А я вон дежурь. Отсюда, я смотрю где-то. А что хотели? А там ваши разве? Ну да. Там две горки ваши, да? А там ваши разве? Ну да. А что? Я-то думал, что это строители как-то. Что, вора у нас поймали? Видимо, мы и вправду поймали вора. По словам строителей, они бросили свою щебенку прямо на дороге. Не мудрено, что на камушке могли позариться. Пошел, знаешь, куда? Собирай, что. Не жалко, да? Нет, конечно. То есть у строителей нет претензий к возможной краже в стройматериала. Зато у горожан есть жалобы на их работу. Вот она, типичная ошибка. То есть вот этот бордюр должен идти под замену, потому что он сколотый. И его восстановить, забетонировать невозможно. То есть это бордюры специально дорожные. Кроме того, промахнулись со стыком. Бордюр должен идти стык в стык. Никаких зазоров. Либо это заводской брак, либо укладка. Скорее укладка. Видите, потому что их стыкует. Вот это тоже брак. И это брак. И это. И вот это. Обязательно отвалилось. Все, уже отвалилось. То есть этот бордюр такой использовать нельзя. Вот этот бордюр, который сделан, ну просто вот, без бетонной обоим. На него видно, что на него заехала машина. Вот следы. И он, естественно, вот. Он отлетел от этой. А, то есть он-то поближе стоял. Он поближе стоял, его задела машина. И он выскочил. Просто потому, что он не целиком в бетоне. А сделано вот прям. Самый наглядный пример из всех. Какой может быть. А вот это, получается, наша кульминация всего этого. То есть вот мы прошли 480 метров улицы Хахалова. А улица на 20 метров длиннее. То есть и здесь работа подрядчика заканчивается. И, получается, вот эти два дома остаются без асфальтирования. Хуже того, вот все, что вывертили здесь со всего этого участка, сложили людям под окна. То есть вместо того, чтобы в ежедневном режиме вывозить. Как-то так потрудилась подрядная организация ООО «Легион». По словам депутатов горсовета, поработали ребята неважно. Строителям, скорее всего, придется переложить большую часть бордюров. Надо, знаешь, переделать. Возможно, подрядчику в радость дважды перекладывать бордюры на Хахалова. Как минимум, строители не видят в этом большой проблемы. Но, сделая они все качественно с первого раза, могли бы сэкономить не только на материале, но и на людских нервах. Месяц я выехать не мог отсюда. Ждал пока. А тут и то не закончится. Сейчас кое-как с грехом пополам выезжаю отсюда. Ну, а если будут переделывать, для меня, я не знаю, насколь они опять станут. По контракту у них срок аж до сентября. Надеюсь, ООО «Легион» управится, и лишь бы не возникло конфликтов, как в Тарбогатая. Администрация района подала на них в суд за некачественный ремонт. Люди же не смогли ходить. Неудобно было то, что возле забора прямо эти куветы. Люди с колясками, с детьми там мучились. Пройти невозможно. Потом оттуда все пошло. Суд установит истину. Но мы как бы тут склоняемся к тому, что действительно заказчикам были все-таки нарушены в этой части условия. Это всего лишь одна из десятка улиц, по которым ведут капитальный ремонт. Если у вас есть нарекания к работе подрядных организаций, пишите нам на почту или на аккаунты АТВ в любой из социальных сетей. Будам Нхоев, Лапсан Суботин, телекомпания АТВ.